На совещании по приоритетным задачам и планам в аграрной сфере в феврале этого года президент уделил особое внимание развитию шелководства и подчеркнул необходимость кардинальных изменений в отрасли. Так, на основе опыта Вьетнама и Китая будет налажено промышленное выращивание кокона шелкопрядом, за счет чего у производителей повысится финансовая заинтересованность. О том, за счет чего увеличиваются объемы производства столь востребованного сырья, в Зарбдорфском районе Жизакской области расскажет наш корреспондент. В шелководческом кластере Заманы Пакитоласе, что в Зарбдорфском районе наблюдается заметный рост объема получаемых нитей тутового шелкопряда. В 2022 году выработка составляла 61 тонну, в прошлом году уже 78 тонн. В 2024 ожидается получение 91 тонны сырья. Динамика налицо. Данную плантацию мы создали в 2018 году. Это место было заброшенным. На сегодняшний день отсюда выходит 30% листьев шелкопряда всего района. Граждан, занимающихся надомным трудом, превысило 2000. С ними напрямую составляем договор. Надеемся, что если максимально приложить усилия, то отметка в 91 тонну в 2024 году будет перевыполнена. С 15 апреля мы начнем выращивать семена тута и уже с конца месяца раздадим их населению. Господдержка всегда являлась катализатором достижения весомых результатов и реализации задач, которые ставят перед собой трудолюбивые и любящие свое дело шелководы. В хозяйстве Икбор имеющиеся ранее тутовые плантации были расширены на 8 гектаров, а пушки полей приведены в порядок. Определяющую роль в наращивании объемов получаемого тутового шелкопряда стала и грамотная организация работы Дихкан. Налажена вся технологическая цепочка для получения качественного сырья. От увеличения количества шелковичных червей до обеспечения кормовой базой. Наглядным примером служит домохозяйство Гульноза Джураевой из Махали-Тарак-Йот. Уже 17 лет занимаюсь шелководством. Этим делом в нашей семье занимались еще до меня. Нам привозят семена, которые мы потом размещаем здесь для хранения, обеспечивая необходимую влажность и температуру. Потом, доведя эти семена до необходимых требований, по 22 грамма передаем другим Дихканам. Чтобы внести свой вклад в развитие отрасли, начиная непосредственно с Махали, она передала гусениц шелкопряда более ста домохозяйствам, которых занимаются надомным трудом. В Махали-Тарак-Йоте очень много женщин, занимающихся шелководством. На одной улице бывает, что в десяти домохозяйствах разводят тутовый шелкопряд. В этом доме семья смогла сама себя трудоустроить. Те, кто смог отличиться, становятся примером для других, мотивируя и обучая их. Разведение тутового шелкопряда стало одним из эффективных инструментов в процессе обеспечения занятости населения, в особенности представительниц прекрасной половины. В районе проводится адресная работа по распространению местного опыта среди двух тысяч семей. В Зардорском районе проживает 94 тысячи человек, из них 46 тысяч — это женщины. С начала года мы провели описи, в ходе которых было выявлено почти 1600 молодых девушек, которые являются безработными. Президент уделяет огромное внимание обеспечению занятости женщин. Хорошим способом реализации поставленных задач является шелководство. Используя возможности, созданные в районе, мы работаем над тем, как трудостроить женскую часть населения. Помимо производства текстиля, драйвером экономического потенциала стало разведение тутового шелкопряда. Мы в этом направлении сформировали перечень тех лиц, кто заинтересован работать в данной отрасли. Были организованы семинары по доведению опыта Вьетнама в получении тутового сырья. Немаловажно и то, что внедрение конвейерного метода работы обеспечивает повышение урожайности. Дабы поддержать посыл, было решено возвести 12 крупных полевых сараев и организовать специальные зоны для разведения червей. Кластером Зоман, Ассель и Пактоласы наряду с Зааминским и Зарбдорфским районами планируется создание условий для переработки дорогостоящего сырья в Бахмальском и Шарафрашидовском районах, а также в Янгиабаде. Для этого уже построены 42 помещения, где разводится тутовый шелкопряд. Тем самым планируется, трудоустроив 12 тысяч человек, довести производство нитей до 430 тонн. По данным агентства статистики, средняя продолжительность жизни населения страны в прошлом году составила 74,7 лет, что больше по сравнению с показателем 2022 года. Тогда цифра была зафиксирована на отметке 73,8. Как известно, в соответствии со стратегией Узбекистан 2030 планируется довести среднюю продолжительность жизни до 78 лет. Подобные амбициозные планы не строятся на пустом месте. В первую очередь, благодаря существенному увеличению бюджетных ассигнований на развитие системы здравоохранения.